Всем привет, с вами Тома и сегодня у нас будет распаковка и обзор куклы Лемон Зест из линейки Friendship Games. Она вошла в первую волну коллекции Школьный Дух вместе с Рарити, Пинки Пай и Санни Флэр. Эти куклы появились в России достаточно давно, осенью прошлого года, но довольно долгое время они стоили от 1400 рублей и выше, что несколько дороговато для обычных кукол. Первые скидки начались уже зимой, я покупала эту Лемон в магазине Carabec за 899 рублей. Сейчас сети магазинов Детский мир со скидкой эти куклы стоят чуть меньше тысячи. Это сингл набор, в который входит только сама кукла без дополнительных аксессуаров, давайте посмотрим ее поближе. Коробка Лемон Зест выполнена в стилистике Friendship Games, внизу у нас есть логотипчик линейки, а также обратите внимание, что в случае вандеркольта в портрет персонажа у нас был вот с этой стороны, а Шэдоу Болт у нас ровно напротив, как и их малиновый флаг. Шэдоу Болты Лемон Зест Скул Спирит, это название коллекции Школьный Дух. Сам портрет персонажа на мой вкус очень и очень красивый. На этом торце у нас иконки спортивных дисциплин, но ни одна из них не помечена, потому что это сингл набор. С задней стороны у нас изображение персонажа в той одежде, в которой она идет в данном комплекте. Надпись, что дружба превыше всего. С этого торца упоминание о зап-коде на медальке, который можно сканировать в приложении Equestria Girls. И давайте откроем коробочку и достанем куклу. Фон коробки яркий, пурпурный, не знаю, правда, насколько передаст вам эта камера. И здесь у нас есть логотип Шэдоу Болтов и большая буква С. В комплекте, как всегда, шла карточка персонажа с упоминанием ее команды. И сама кукла. Лемон Зест у нас не шарнирная кукла, одета она в школьную форму кристальной академии в их фирменных цветах, пурпурном и оранжевом. Также у нее есть медалька, которую мы чуть позже обязательно присканируем. И первое, что мне бросилось в глаза, это не очень качественный каниколон. Он жесткий, похож на каниколон из поняшек Explorer Equestria. Как-то они стали в последнее время не особо уделять этому внимания. Вот видите, что он достаточно спутанный. Мне нравится это сочетание желто-зеленые локоны с гнилированием, красиво смотрится. Многие знают, что мне этот персонаж нравится, потому что по сочетанию цветов она похожа на мою поняшку Inspiration. И вот прямо прическа тоже очень похожа вот с этими особенно локонами по бокам. Вот прям у нее такие коротенькие. Челочка тут выходит, прям как у моей поняшки. Но, к сожалению, качество здесь оставляет желать лучшего. Очень такой вот именно жесткий на ощупь каниколон. Я, конечно, попробую потом с ним что-нибудь сделать, но очень уверена, что что-нибудь из этого получится. Он собран здесь у нас в прическу маленько, так называемую, да. И, кстати, почему-то точно что-то разной длины, какие-то хвостики. Что-то такое вылазит непонятное. Так, ну-ка. Да, вот какой-то кончик торчит. В общем, что-то они в последнее время у каниколоновых японий, у каниколоновых кукол начали не особо хорошо к этому относиться, к каниколону, потому что, ну вот это что так? В общем, надо помыть, причесать и лишнее, скорее всего, обрезать. Давайте посмотрим, по что оно у нас одето. Медалька с кодом, с логотипом команды. И сразу вижу косяк при покраске воротника кофты. Ну, там, видите, беленький воротник, не очень красиво покрашена с этой стороны. Кофта у нас пластиковая, как у синглов всех последних. И здесь у нас как бы такая малиново-пурпурная маечка. И под низом еще оранжевая то ли жилеточка, то ли что-то такое с белым воротником. Рельеф есть. И у самой центральной части эти пупырышка. И у кофточки тут какие-то полосочки есть. Сзади все это на защелке, как обычно. Так, в какую сторону? В эту сторону открывается. Есть дырочка для крылышек, если мы вдруг надумаем, есть что-нибудь такое вставлять. Юбочка у нее просто на резинке. Да? Да, просто на резинке без всяких липучек в текстуру. Опять-таки фирменную для кристальной академии. Вот такую вот в клеточку фиолетово-оранжевую. Здорово смотрится. Кстати, тут я не до конца ей отрезала. Сейчас ими. Вот юбочка сразу у нас стала намного объемистей и интересней. Как я уже сказала, она полностью на резиночке. По всему контуру идет текстура. И спереди у нас клиент с логотипом команды Shadow Bolt. Здесь же еще есть имитация строчки. Сзади это вот так выглядит. Край не обработан, насколько я чувствую. Но здесь такая ткань, которая не ткань, которая крошиться не будет. Что-то вроде такое, ближе к плащевке, не знаю. Но форму зато хорошо держит так объеменько. И туфельки у нее. Вот туфельки мне нравятся. Красивые на высоком каблуке. С круглым мысом. Похожи на стиль Лолита, если кто меня понимает. Хорошие туфельки. Мне такие нравятся. И они тоже с небольшой текстуркой идут. Вот на лямочках и по низу. В принципе, туфельки без каких-либо таких излишеств. Вроде самые простые, да? Никаких наворотов. Но смотрятся на мой вкус очень даже ничего. Как она на них, интересно, будет стоять? Да, стоит она нормально совершенно. Даже без подставки. Подставка, напоминаю, в комплекте не идет. И также у нас еще непосмотренный макияж. У нее красивые желтые глазки с пышными ресничками, верхними и нижними. Желтая кьюти марка в виде цветочков. Такой же цветочек в глазике в качестве блика имеется. Тени такого голубоватого цвета, цвета морской волны даже больше. И брови тоже цвета морской волны. Красиво, достаточно смотрится. Хотя некоторые такой цвет в качестве теней и не любят. Губки у нее фиолетовые. Там зубки даже видны. Такой интересный у нее макияж на самом деле. И вот с этой стороны я вижу какой-то ляп краски. И, наверное, у нас голова покрашена в зеленое. Да, вот у нас есть пробор. И вы видите, что сама черепушка у нас идет как раз таки вот такого цвета морской волны. Чтобы меньше были видны все эти пролысины, которые, как всегда, у нас свойственны этим куклам. Потому что волосы здесь отнюдь не пышные. Вот пробор с прошивкой. Так вот все это выглядит. Но, в принципе, девчонка, мне кажется, очень симпатичной. В качестве основного минуса куклы, как я уже сказала, я могу отметить каникалон. Потому что, к сожалению, он действительно ужасен. Я не знаю, почему они не могут этому выделять больше времени и внимания. В синглах Rainbow Rocks я такого не припомню. Если только у пинки сценических там как-то было не особо все хорошо. Ну да ладно, давайте просканируем на последок медальку. Заходим в приложение Questra Girls и сканируем нашу куколку. Красавица Лемон и дали нам еще юбочку. Я здесь ее, наверное, один раз только сканировала. Да, кстати, у меня прическа как у нее здесь. Куколка в той форме, которой она у нас и как кукла. Да, вроде все верно. Ролики о самом приложении Questra Girls вы также можете найти на моем канале. Ссылочки есть в описании. Хочу отметить, что сама коллекция школьных костюмов мне показалась интересной. Там есть действительно несколько удачных дизайнов. Но я пока не уверена, буду ли покупать себе кого-то еще. В основном два фактора, которые меня останавливают, это, конечно же, цена. В большинстве мест эти куклы стоят все еще тысячу и больше рублей. Для меня за сингл куклу это несколько многовато, на мой взгляд. Если когда-нибудь в детском мире они тоже будут по 500 рублей, как это было с Rainbow Rocks, тогда, наверное, я возьму себе кого-нибудь еще. Потому что некоторые мне действительно там приглянулись. И второй фактор, это место на полках. К сожалению, у меня уже очень много кукол. Скоро будет четыре десятка и мне их уже просто банально некуда ставить. Так что насчет дальнейших обзоров именно этой коллекции пока, к сожалению, ничего обещать не могу. Но, тем не менее, надеюсь, этот ролик был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. С вами была Тома. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok